Ренат Кибраев И фотографировать всех желающих. Шутки кончились, когда в ночь с 23 на 24 августа на Рената Кибраева напали неизвестные люди. Они вывезли его за город, избивали, требуя прекратить заниматься общественной и политической деятельностью. Сегодня расследованием этих событий занимаются органы борьбы с организованной преступностью. Мы же с помощью самого Рената попытались реконструировать события той ночи. Несколько метров от этой машины на меня нападают неизвестные лица плотного телосложения азиатской национальности. Вот здесь, во дворе этого дома, и произошло нападение. Бьют меня прямо в нос. Я пытаюсь убежать. Я бегу. Но меня хватают сзади. Начинают удушать. Я бью эту машину, чтобы заработала сигнализация, и кто-нибудь вышел на помощь. Я пытаюсь кричать «помогите». По словам Рената, ему позвонила знакомая девушка, которая попросила выйти его на улицу. Меня тащат. Но это была ловушка. Здесь его ждали совсем другие люди. По словам Рената, это были профессионалы, которые действовали слаженно, говорили мало, а били так, чтобы не оставлять никаких следов. Когда меня затащили в машину после того, как на меня напали, они одели мне мешок на голову в неудобной позе, меня вот так схватили, прижали мои руки сзади. И в таком положении меня везли где-то полчаса-час. Я пытался с ними говорить. Пытался спросить, куда они меня везут, зачем везут. Они были абсолютно молчаливые. Незнакомцы профессиональными движениями скрутили Рената, накинули ему на голову мешок и силой задолкали в черный ленд-крузер. Машина рванула, но через несколько минут остановилась. Рената пересадили в другой ленд-крузер и повезли за город. Примерно такое поле было в тот вечер, когда меня вывезли за пределы города Алматы. Когда меня доставили сюда, меня вытащили из машины, сняли с меня с головы пакет и заставили присесть. Сказали и приставили пушку прямо к голове. В этот момент они начали мне говорить о том, что я как оппозиционер допрыгался и пришло время меня убить. Следующее, что они сделали, это они кинули мне к рукам лопату. И я начал лопатой рыть в твердой земле яму себе. Вначале я рыть не хотел. Они начали стрелять по ногам мимо. После этого мне пришлось стать более сговорчивым и начать рыть себе могилу. После этого они заставили меня раздеться до нижнего белья. Вытащили нож и сказали, что мы тебя сейчас будем резать. Я попытался убежать от них, но мне далеко убежать не получилось. Я пробежал где-то метров примерно 30-40. Они меня нагнали, схватили меня снова за руки и притащили сюда, к этому месту, откуда все начиналось. Ихний главный сказал мне, я могу поговорить со своими ребятами, я могу уговорить их оставить тебе жизнь в обмен на то, что ты выполнишь ряд наших условий. То есть ты в течение 24 часов покинешь Алматы и прекратишь заниматься своей политической деятельностью. Ничего другого в тот момент, находясь в окружении 8 людей в масках, вооруженных с ножами, мне не оставалось делать, как согласиться с их условиями. После этого они заставили меня присесть, нагнуть голову, чтобы я не мог видеть, как они уезжают. Перед этим они вернули мне мой сотовый телефон и сказали, что выход к трассе там, где машины выезжают, в направлении выезда машин. Сказали, следуй за машинами, мы будем ехать специально небыстро. Выйдешь к трассе, ну и уедешь в свой город. Ренат и его соратники готовятся к проведению пресс-конференции, на которой они расскажут о подробностях того, что произошло этой ночью. Этот беспредел должен быть окончен. Это настоящий террор со стороны власти. Потому что власть ответственна за это. Разве такую многобюджетную акцию против, допустим, меня, это очень большие деньги стоило. Столько машин, столько людей, оружия, вывезти. Это все было тщательно спланировано. Это очень стоило больших денег для тех, кто это организовал. Идти на условия, которые тебе выдвигают преступники, это означает самому становиться соучастником тех преступлений, которые они творят. Нельзя проявлять свою слабость. Даже если на кону жизнь, да, моя, или жизнь будет кого-то другого человека, который окажется в той же ситуации, что и я, нельзя сдаваться. Нельзя идти у этих преступников на поводу. Продолжение следует...